Вопросы какие-нибудь вообще есть? Кто домашки делал, кто еще что-то, предложение, еще что-нибудь. Нет, да? Нет, вопросы есть по домашке, на самом деле. Там не все понятно. То есть есть моменты, когда... На самом деле, хорошо было бы, чтобы вы в это время тоже выделили и проговорили с нами. Ну, допустим, я определил структуру, меню, и по отдельности, допустим, могу, ну, допустим, там, библиотекарь, читатель, книги. А вот все вместе, что-то, честно говоря, вот я поэтому и задержал, не сдал сейчас домашку, потому что у меня все вместе, и увязать, честно говоря, пока не получается. Вот не могу, вот где-то у меня вот сидит. И я, конечно, недельку еще посижу, я думаю, наверное, сделаю. Ну вот, не знаю, почему тяжело идет. Ну, тяжело же, потому что... Да, у меня такая же проблема была. Алифтин Александровна я задал, но я там прям библиотеку написал, она не до конца доделанная. Если надо, я могу доделать до конца. Но там прям библиотека уже получается. Я сейчас перешел на GraphQL, и... Короче, вот SQL именно... Который, блин, забыл, как это называется. Вот. Я интегрировал туда SQL, то есть у меня там отдельная база данных. Нет, ну ты, конечно, молодец. Алексей Владимирович, вас бы хотелось послушать. Может быть, у нас одинаковые проблемы. Отдельная база данных, это хорошо, что интегрировало. В принципе, отдельная база данных и хранилище в виде словаря, это на самом деле одно и то же. Почему? Потому что когда ты... Когда ты же сам уже работаешь, в принципе, с джанго, с базой данных, ты уже это все подкручал. Потому что... Хранилище, когда ты вытаскиваешь, тебе его надо куда-то записать для того, чтобы его обрабатывать. Потом обрабатывать там через цикл, там еще через что-то. В принципе, хранилище будет одно и то же. Что в виде баз данных, что в виде словаря. Почему не получается связать вместе? Ну, как таково, потому что достаточно мало практики. Было именно на сложные задачи. На сложные задачи их надо прорешивать, их надо, ну, все равно за них браться и их разбирать. Почему была сначала пицца? Потому что пицца как раз-таки была основана на том, чтобы вы научились связывать эти классы и научились с ними просто-напросто работать. Вот если у тебя пока есть хотя бы общие классы, да, написанные, как ты говоришь, по отдельности, скинь их, я их на днях посмотрю и попробую тебе подсказать, что в принципе делать дальше. Потому что в любом случае ты начинаешь с того, что ты сначала общий класс, а потом уже и, конечно же, по взаимосвязи определяешь. Ну и плюс посмотри на то, как была реализована пицца, как туда передавались объекты с одного класса в другой класс. В принципе, все работает точно так же, через переменные, переменную записываешь, переменную передаешь, но просто где-то вот стоит. Вот, но я не выложил библиотеку, я просто библиотеку написал. Я из-за чего так долго делал, у меня есть обертка, типа вот Курта Рестапит, только она обертывает именно саму базу данных. Я написал все классы, которые отвечают за обработку базы данных, то есть представление моделей в виде SQL запросов. Вот, и я просто очень сильно что-то туда подался и не успел в итоге до конца доделать. У меня база, ну то есть вообще приложение работает как только пользовательское, то есть взять книгу, сдать книгу и так далее. Вот, я хотел доделать, но, к сожалению, времени просто не хватило, потому что на написание библиотеки у меня очень много времени ушло. Ну, в принципе, там и должен был быть телекомфекционал, так, с обработки. Ты скидывал уже, нет? Я на GitHub скидывал ссылку в WhatsApp, плюс в домашке выкладывал, но там не полная штука, потому что библиотеку. Я писал, потом мне сказали, слушай, а есть такая штука, GraphQL, ты понимаешь, типа ты можешь сделать несколько запросов, за один раз, вот. У меня сейчас будет второй коммерческий проект, у меня заказали магазин за 380 тысяч. Я в шоке, если сам честно, но вот я сейчас над этим работаю, мне уже аванс скинули. Молодец. Интересно. Где ты заказы находишь? Да вот я сам удивлен, у меня просто, ну, человек, который меня обучает, ну, грубо говоря, он сеньор, в Москве уже, он миддлом был, вот сейчас все, он сеньор официально, он постоянно мне дает информацию, то есть, я с ним изучил Tailwind, Vue, CSS, CSS, чиневую CSS, JS, то есть, фреймворки мы постоянно для JavaScript учим, вот, и так далее. Вот это мне очень сильно помогло, и сейчас мы делаем на GraphQL, API именно, то есть, сайт и плюс GraphQL, он сказал, что это лучше REST API, то есть, REST API, ну, ты знаешь, типа, переходи на GraphQL. Ну, конечно, ты так обучаешься, это все намного быстрее приходит, получается, тем более, когда это персонализировано, это, да, это намного выходит больше, знаний, так сказать, больше прав. а в этом, что, backend пишите на питоне или тоже JS в фреймворке типа Noda в Express? А, там, backend, он на питоне, то есть, он передает данные из питона в JS фреймворк, грубо говоря, вуе, с вуе это все вытаскивается, дальше работа идет на JS, именно на вуе, там, фреймворки, как вот типа Django, только для JS, а именно для фронт-эндов. А, понял. Ну, такие тяжелые постановки они применимы только для сложных сайтов, так как для корпораций либо для интернет-магазинов, для простых каталогов любят, ну, таких E5. Нет, намного проще, типа, если лендинг, какой-то корпоративный сайт, типа, с небольшим количеством возможностей, его на Django просто, ну, легко написать. Вот, а если какой-то многостраничный сайт, который интегрируется с, ну, многостраничной, так сказать, загруженностью, плюс самой какой-то сложной анимацией всех вот этих действий, которые клиент производит, это лучше делать, вот я на не Next, а Nast, Nast.js делаю, вот, мне посоветовали, там компоненты есть, то есть, их можно переиспользовать, от Django просто приходят данные через GraphQL, то есть, вытягиваю данные. Короче, я так понял, Front Framework тоже надо, типа, подучивать, хотя бы какой-нибудь один, типа, React, да, или View. Там еще много человек подучивает просто обучение, потому что у вас модель однозначной, ребят, надо подучивать, она везде пригодится. Да, потому что у вас входит только сюда паттин, это половина, то, что половина курса, большая часть курса, это просто одна теория на паттин, что там остается на, так сказать, практику, на подключение от работы с фронтворками, то есть, сюда все не уместишь, потом после обучения, конечно, надо до, ну, по-хорошему, еще много чего доучивать, и фронтворки, и дополнительная база. Сколько у нас обучение длится? Михаил, просто я не помню, потому что у меня нет полного вашего этого плана учебного поэтому вы с нами вот до какого? Я говорю, у меня нет расписания полностью выставлено. Нет, у нас вообще 12 месяцев романо прям, должно быть обучение. До конца, у вас там после меня больше ничего нету, то есть, у вас бы после уже все, вы ставите текло и уходите. Очень тратить. расписание выставлено только до конца марта, но, скорее всего, там он не до конца выставлено, поэтому до этого, когда мы там начали с вами упор, обучение по лету, по-моему, в мае была вроде бы первая лекция. В мае? В мае. Началось 17-го, что ли? Правильно, да. Правильно, у меня не стоит, почему-то. Поэтому здесь у вас остается дальше только изучение баз данных, изучение фреймворка, потом сейчас пройдем баз данных по базе данных фреймворк, потом еще раз посмотрим на много по точности и потом уже в принципе все, там не стоит только практика, 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 закрепление практики и защита диплома. Ну вот, кстати, Влад, ты делаешь проекты, потом его сможешь сразу просто в диплом оформить и все. То есть тебе может... Ну все, хорошо, у меня просто это уже дипломная работа в институте и плюс у меня два коммерческих сейчас подключаются, я просто хотел спросить, подойдут ли коммерческие проекты в качестве дипломной работы для вас? Все, блядь. Все, хорошо, просто у меня сейчас будет магазин, он будет основан бэк на Диджанго плюс GraphQL, фронтенд будет на VUI, React и плюс наверное там будет несколько CRM-систем. Я, может быть... Все, застыдил, застыдился. Учел старой школы, я не понимаю, зачем, когда сайты делают настолько много фреймворков, настолько много разных подключают модулей, потому что, когда ты потом смотришь на эти сайты, они еле загружаются, я уже молчу про телефон. Нет, вот в чем это... Можно я вас перебью, извините, пожалуйста, в чем прикол? у меня просто очень... Ну, у меня друг, он как бы этот... Короче, он работает в московской компании на техлиде. Вот, то есть, и он меня вот туда тащит, и мне дают задания уже тимлиды вот из этой компании, и мне сказали делать вот так, плюс он контролирует именно загрузку SEO, все он контролирует, то есть, чтобы там все загружалось хорошо. Плюс перевод обычных картинок там вот в этот веб, короче, ну, формат, который намного легче весит, и только из-за этого, просто для практики. Ну, если там для этого, то да, потому что, когда ты смотришь, на самом деле, главное, что интернет-магазин более-менее, они еще, они сами по себе всегда тяжелые, а так, когда смотришь на корпоративки, заходишь, начинаешь коди лазить, даже вот с нашим сайтом, с топом, который есть, да, он, по сути, простой сайт, но там столько движков напичкано, поэтому, когда туда заходишь, все, он не загружается, он не прогружается, я уже молчу. Да, 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 вот у меня такая же, вот даже с этим лендингом, он просто долго грузится, как и вот топ-академия, он сначала прогружается, вот, он сейчас меня учит решать вот эту именно проблему с долгой загрузкой, он типа прогружением уменьшает. Она, на самом деле, это эффект, что надо использовать фреймворки там, где они не нужны и не делать тысячи фреймворков на один сайт, надо выбирать тот движок, который будет более оптимален, чем хоть, но для практики, понятно, это круто, на самом деле, чтобы это все знать, дальше ты легче, естественно, справишься на работу, тебя возьмут и будет очень, вообще здорово, а на практике, если ты работаешь на фрилансе либо под коммерческую разработку, ну, сам на себя, когда не зависит от другой компании или еще чего, то, конечно, надо выбирать, поэтому, ребят, тут такой вопрос, что знать это круто, это знать, ну, все нужно, в принципе, но применять свои знания тысячи фреймворков на один сайт, это потом, посмотрите на наш топ, как аналог того, что происходит на этом сайте, посмотрите на свои сайты, на дневник, которые вы заходите, вот это все происходит из-за того, что я не знаю, кто там работает, у нас очень много вопросов к этим разработчикам, но они лежат постоянно, они мало того, что лежат, они не грустят, с половиной не работают, внутрь захочут, ты даже не понимаешь, зачем там просто фронтенды может быть, под три фреймворка подключены, это, ну, тоже один из видов, так сказать, такого непрофессионализма, поэтому знать круто, но и знать, где подключать их, это тоже правильно надо знать, но в любом случае, я вам потом, в принципе, список составлю того, что когда ближе уже будем к этому подходить, того, что по-хорошему надо еще изучить, что нужно для практики, для того, чтобы быть более, так сказать, профессиональным, и более гибко подваться знаниями, но, однако, прошу заметить, то, что вы учитесь на Пайтоне, поэтому здесь у вас, поэтому обучение больше направлено именно на Пайтон, то есть у вас мало было HTML, у вас JS там был, тоже всего лишь 16 пар, да, был у нас JS, да, да, вот, поэтому здесь у вас и происходит то, что, скажем так, не даются все, скажем так, методы, потому что вы чисто на Пайтоне, то, по этому-то у нас баба только прошла, можно сказать, вот, поэтому здесь и есть такие плюсы и минусы обучения, да, на разных курсах, на разных возможностях, но, в любом случае, это хорошая альтернатива, чем не делать, скажем так, вообще ничего, ну, и давайте мы с вами закончим нашу рефлексию, разговариваем, да, на разные темы, Влад, ты вообще красавчик, молодец, проект бери потом в диплом, спокойно реализовывайся, и думаю, у тебя все будет очень-очень здорово, с остальными ребятами еще потянем, что где нужно, так сказать, подтянуть, про домашку я услышала, скинь мне там все свои файлики, я на них вгляданом, попробую подсказать, что надо делать дальше, вот, сегодня что, сегодня мы начинаем, скажем так, база данных с вами, внедряться, мы будем с вами, вообще, у нас обучение по топу предлагает обучение через майский Microsoft SQL, но я что-то там посмотрел, сейчас там с санкциями его не скачать толком, поэтому, в принципе, нам из кино, SQL мы с вами изучим на базе MySQL, он вшит уже в OpenServer, он вшит в MAMP, кто на Linux сейчас будет устанавливать его, то, в принципе, нам главное понять, с SQL запроса, да, как они выполняются, какие есть там, на добавление в таблицу, на удаление с таблицы, да, и так далее, в принципе, SQL, и сам по себе, SQL, он применим абсолютно для любых баз данных, которые встречаются, да, там, которые у нас вообще есть на рынке, к тому, там есть некоторые отличия в некоторых запросах, по чуть-чуть, но обычно они предоставляются вместе с баз данных, они там пишут то, что здесь вместо такого запроса, там здесь такой запрос, вот, для использования. но в целом, то есть SQL язык, он, скажем так, уникальный, да, для использования таких баз данных. Ну, в принципе, начнем с того, что мы с вами знаем, то, что языки программирования постоянно появляются и исчезают, да, и очень немногие из современных языков имеют, там, более чем десятилетнюю историю. Когда-то Python тоже считали, я помню, даже эти времена, когда активно сама изучала, выбирала, какой язык изучать, тогда был популярен очень сильно Java, прям на него в те времена все помешались, ну, это лет, наверное, 10, 8, где-то так назад было, вот, а Python в то время ушел вообще в самый низ, и все прогнозировали то, что вот, Python закрывается, он эффективен, пользоваться никто не будет, а потом проходит еще несколько лет, и все-таки, типа, ну, наверное, надо Python изучать, что-то Python такой хороший, что-то на Python, там, какие-то игры делают, Sims 4 движок на Python выполнен, что у нас там еще, цивилизация выполнена, наверное, но 5, по-моему, на Python, 7, не знаю, если цивилизация, кто-то играет, World of Tanks, да, он тоже выполнен на Python, сделан, плюс активно пошли вот эти вот изучения в сети, пошло изучение больших данных активно, и все резко начали переходить на Python, да, потому что он показал, в принципе, хорошую работу в этих направлениях, но с учетом того, что на самом деле, вот мы сейчас с вами изучаем Python, там, да, просто представьте, насколько там очень много разных библиотек, там есть библиотеки для работы только с сетями, да, которые работают для администрирования, для безопасности, там, в принципе, очень удобная шифровка идет, плюс, что еще там, для больших данных, да, там идут дополнительные библиотеки, то есть, у него действительно очень большой функционал, и сейчас мы пришли на рынки потому, что ты заходишь на, вокруг, я только недавно на новогодних пролистанного вакансии по Python, ну, это не по Python, а вообще по программированию, что у нас есть на удаленке, вот, и там прям Python через один, просто он постоянно требуется, и причем требуется в довольно-таки в разных направлениях, сейчас еще плюс широко начало развиваться сфера искусственного интеллекта, то есть, там, вот эти все Алисы, Сири, Умный дом и так далее, они тоже, в принципе, так или иначе пишутся на Python, ну, правда, Умный дом там больше, наверное, преобладает язык C-Sharp, почему? Потому что Умный дом, он всегда идет вместе с Ардуинкой, Ардуин, это не только, да, какой-то такой детский там наборчик, да, который там тренируются детки в школах робототехнику, на самом деле это настоящие наборы, на базе которых можно сделать даже самостоятельно, если ты знаешь, хорошо ли ты по дому, можно самостоятельно себе сделать весь Умный дом, весь его переподключить, и у тебя все будет работать так, как тебе надо, вот, на Ютубе даже есть один интересный человечек, который сам там полностью показал весь процесс создания нового дома, с языком C-Sharp и Ардуина, очень-очень-очень интересно, ну, и в принципе, что, к чему я это веду, языки у нас постоянно меняются, постоянно у нас что-то новое пытаются придумать, потом, сейчас вроде как Java тоже, но, ну, на два языка, в принципе, на плаву нормально держится это Java и Python, у Java, правда, сейчас пошло ответвление больше в Kotlin, поэтому, когда ты ищешь вакансии именно по Java, то будет скорее стоять Java Drop Kotlin, почему? Потому что Kotlin это ответвление от Java, то есть, ну, это в принципе есть Java, но у него там более сокращенная система библиотек, поэтому он быстрее и более эффективен при построении приложения, ну, а наш с вами любимый, обожаемый Python, да, за все это время, это у нас, конечно, больше всего требуется на сайт, то есть на сайт, на приложение, на что-нибудь такое, и на чат-бот, конечно, чат-бот, это мы с вами будем, кстати, писать чат-бот попозже, вот почти в конце обучения будет все равно, но в практике у нас будет разработка чат-бота, и хотя на самом деле разрабатывать не чисто на пайта, не чат-бот, но есть только для подключения на сайт или куда-нибудь туда, потому что есть очень много более эффективных чат-ботов, я хоть не люблю конструкторы, но, например, для чат-бота действительно есть очень классный конструктор, который помогает быстрее написать эти боты и быстрее с ними работать, из-за чего? Из-за того, что есть функционал принятия заявок, аналитики, анализы и так далее, то есть у ручного чат-бота, конечно, пишется, но на каких-то таких прям, не знаю, может чисто, хотя есть заказы, встречаются на фрилансе, там часто чат-бота, но, в принципе, наверное, если говорить о коммерции, если говорить о продажах, то скорее можно разрабатывать эти чат-боты на конструкторе, я недавно, кстати, познакомился с одним человеком, он продает, делает чат-бот на конструкторе буквально за 3 часа, и за эти 3 часа он берет 35 тысяч рублей, ну, то есть все, он собирает быстро с охотных конструкторов, все подключает, там подключает воронку продаж, чат-бот этот пишет, выставляет его там в Телеграм, и все, 35 тысяч ему капает, то есть рынок требует того, что, конечно, чат-боты именно на Пайтоне немножко уходят, потому что, если разрабатывать чат-бот на Пайтоне, то к нему надо разрабатывать аналитику, разрабатывать полноценный интерфейс, для того, чтобы это была не просто пустышка, которая отправляет какие-то сообщения, но и которая обрабатывает сообщения от людей, от клиентов, ведет какую-то статистику, и чтобы человек мог каждую эту статистику, каждый запрос обрабатывать, и смотреть, что куда зашло, именно из-за этого чат-боты, они, конечно, по чуть-чуть, прям в ручной разработке, с рынка уходят, но если разрабатывать их в частях, то есть брать как в проект, прям самостоятельно, либо с командой, садитесь делать чат-бот, полноценный чат-бот, с личным кабинетом, с этим, чтобы все было как положено, то такие проекты, конечно, могут зайти дорого, но если их выкладывать под реализацию, там, скажем, месячная оплата, да, там, покупка просто, за раз, от шаблона, то выходит нормально, в принципе. То есть это к чему бы? Ну, к тому, что вы сами смотрели, да, где какие пути реализации есть, и в какую, скажем так, сторону вообще можно так или иначе выбрать. Вот, если говорить о самых долгожителях по языкам программирования, это является такой язык, как Коббл, он очень такой старенький, но он до сих пор используется в майндфреймовых средах, да, и есть еще, конечно же, это C, который до сих пор используется при разработке операционных систем, серверов и встроенных систем. Вот, C++ то же самое, тоже он больше сейчас уходит на серверах, хотя он где-то уже в играх появляется, но как таково показывает практика, прям вакансий на него очень-очень много, либо это больше вакансий куда-нибудь на морфлот, либо на завод, ну, что-то такое. Ну, потому что сам по себе язык у Михаила не даст соврать, наверное, что язык сам по себе очень сложный, да, и довольно-таки у него тяжелая реализация, очень тяжелый порог вхождения в вакансию, в трудовую деятельность, потому что требования просто невменяемы на работу с этим языком. Ну, то, что невменяем, его надо изучать лет пять точно, вот. Так, дальше, что? В области баз данных это, конечно же, у нас язык и скет. Лучше него ничего нету, да, он, в принципе, это один, ну, чуть-чуть, может быть, разных баз данных, я уже говорила, отличаются какие-нибудь запросы, но это обычно вообще никак не критично. И корни данного языка уходят еще в далекие, там, 70-е года. Вот, сам по себе эскиль язык это не для формирования, манипулирования и извлечения данных из реализационных БД. А БД у нас есть два типа нереализацион и реализацион мы сейчас про них еще поговорим. И одна из причин популярности реализационных БД в том, что, будучи правильно спроектированными, они могут оперировать гигантскими объемами данных, то есть работе с большими наборами данных скелли напоминает современную цифровую фотокамеру с мощным объективом, то есть он позволяет просматривать большие объемы данных или перейти к крупному плану, то есть фокусироваться на отдельно строках. Что еще? Другие свободы дают сбой при мощных нагрузках, потому что их фокус слишком узок. Именно по этой причине все попытки не извергнуть реализационные БД и в принципе скелли оканчиваются пока что неудачи. И несмотря на то, что скелли это довольно-таки старый язык, но у него будет еще очень-очень долгая жизнь, то есть он только развивается. Кстати, иногда выходят новые запросы, что-то улучшает какие-то базы данных, поэтому в принципе кроме него аналога больше и нет. Аналог это какой может быть вместо скелли? Да никакого, только если хранение баз данных не то чтобы о хранилище в файле, но зачем это нужно, то есть это такое себе, тем более, что разные, SQL-то язык, он в принципе это один, а вот есть разные базы, то есть программы, которые ты пишешь что-то SQL-Z, они конечно каждая база может по-своему работать с данным SQL, то есть по-разному выполняет какие-то задачи, как Владислав нам до этого говорил, да, про графские, тоже у него свои возможности, поэтому по-хорошему конечно надо знать несколько ответвений в зависимости того, с каким именно данными ты работаешь. Если попроще, ну можно попроще там выбирать базу данных простой, например там не знаю SQL-ка, если работаешь прям сложной выборкой, то там уже может граф SQL-ка будет больше подходить, поэтому наша самая задача изучить именно основные запросы для того, чтобы вы потом могли легко переходить на любую базу данных и с ней работать, даже более того скажу, может быть кто-то работал, может кто-то не работал, есть такая замечательная база данных как Microsoft SQL-сервер. Слышал кто-нибудь про такое? Да, слышал. О, замечательно. Вы, наверное, уже изучали ее? Да, Михаил, изучали уже на этом на этом. Да, мы с Андреем все SQL-сервер произучали. Это круто, хорошо. Вот, то есть данный язык, он вообще совершенно под любые подходит, точнее, не то, что подходит, он реализован с любыми базами данных и, в принципе, отличается только там построение интерфейса. SQL, кстати, MySQL-сервер тоже хорошая вещь, она тоже работает и с онлайном, то есть она хорошо обрабатывает базу данных, она подходит для очень-очень больших, крупных систем, таких сложных, как интернет-магазин или еще что-то такое, плюс она еще может хорошо интегрироваться с этой 1С-кой. Вот. Конечно, внедрение кода с 1С- это совершенно другая система, совершенно другой вопрос, честно скажу, что вопрос очень сложный, потому что там мучаешься и с IP, мучаешься с много таким вопросом, но главный вопрос там в том, что это сделает безопасно, то есть безопасность данных, передача данных и так далее. Вообще, конечно, взломать любую буду очень легко, достаточно подать нужный запрос, если ты забыл в коде поставить, допустим, обработку этих запросов, то, конечно, это все будет намного сложнее сделать, потому что если кто-то взломает вашу базу данных, особенно, это все Динеска, а с Динеска там страсть просто, что творится, да, то есть там же все документы, накладные и отчеты, вплоть до личных данных контрагентов, да, там заказчиков, клиентов, и такой слив, это, конечно, тоже может повлечь некоторые убытки, вот, поэтому Динеска это хорошая прям такая, как интегрировать с ней, вот, но довольно-таки сложный вопрос, хотя часто, в принципе, требуется, у нас есть хороший движок, который работает с Динеской, это движок Битрикса, вот, это, ну, единственный конструктор, наверное, который действительно имеет право существовать и работать, потому что у него очень большой функционал, это, знаете, да, такой, может, слышали, Битрикс, у него еще лицензия платная, там, чтобы что-то делать, это, ну, лицензии покупать, стандартная лицензия стоит, у него, дорого, в любом случае такие магазины, как Эльдорадо, ДНС, по-моему, что у нас там еще есть, Эльдорадо, ДНС, по-моему, ИНВидео, они все выполнены на базе Битрикса, ну, вот, ну, в принципе, зачем, да, там, изучать SQL, то есть, если мы сами собираемся, мы собираемся работать с революционными БД, да, там, писать приложение, выполнять задачи по администрированию, формировать отчеты, то нам с вами нужно знать, как взаимодействовать непосредственно с данными БД, да, то есть, даже при использовании инструмента, который генерирует SQL, могут возникнуть ситуации, в которых понадобятся обойти автоматические возможности и создавать собственный SQL выражение, вот, и дополнительное преимущество изучения SQL в том, что вы быстрее рассмотрите и поймете структуру данных, да, которая применяется для хранения информации вообще о чем-либо. Вот, в принципе, построение базы SQL чем-то похоже на построение диаграммы классов, которую мы с вами делали, когда изучали UMIEL, вы в этом, в принципе, сами сможете победиться. Ну, для начала, да, то есть, что такое вообще баз данных, то есть, это всего лишь набор взаимосвязанных данных, и, например, телефонный справочник, это база данных имен, телефонных номеров, да, и адресов всех людей, которые там проживают в определенной местности. И, будучи, несомненно, широко и часто используемой базы данных, телефонный справочник у нас с вами лишен следующих недостатков. Я сейчас говорю про телефонные справочники, которые были давно-давно, когда, когда еще была эпоха простых домашних телефонов, когда еще были вот эти автоматы на улице, когда позвонить можно было, вот, телефонный будки там назывались, да, вот, и существовали, вот, даже у меня дома лежал такой справочник организации, да, когда открываешь и ищешь нужную какую-либо организацию, но что невозможно сделать, да, в таком хранилище. Во-первых, поиск конкретного телефонного номера занимает, ну, очень много времени, потому что пока ты это найдешь, пока ты это пролистаешь, соответственно, пройдет, не знаю, просто пол дня пройдет, вот, телефонный справочник проиндексирован только по именам, фамилиям, поэтому до поиска абонента по определенному адресу такая база данных практически не используется, хотя теоретически это и возможно. Также с момента публикации телефонного справочника адекватность представленной в нем информации постепенно снижается, поскольку люди уезжают и приезжают из этой местности, организации закрываются, открываются, поэтому в таких случаях, да, раньше довольно-таки долго шло обновление какой-либо информации, пока это поступит, пока это напечатается, там уже что-то и смеется, вот. и недостатками присущими таким телефонным справочником обладает в принципе любая другая неавтоматизированная система хранения данных, да, то есть, например, регистратура поликлиники, которая хранит медицинские карты по ЦИ и ТАП, то есть, из-за громоздкости бумажных баз данных одними из первых компьютерных приложений были разработаны система баз данных, то есть, средства компьютерного автоматизирования хранения и извлечения данных. Просто вспомните тот ужас, когда вы приходили в какую-то, ну, поликлинику, в принципе, да, у вас на руках или не на руках были вот эти вот бумажные карточки, раньше они были, ну, сейчас, я не знаю, вот во всех городах, да, официально беленькие такие карточки, вроде как официальный формат, вот, а раньше что это было? Тетрадка, да, тетрадку вклеено, все, то есть, тетрадку заводишь, тетрадку все вклеят, еще ее потеряют раз 300, новую заведешь, ничего найти не могут, сейчас уже все намного проще, сейчас, когда приходишь в поликлинику, в принципе, тебе печатают просто, скажем так, копию, да, твоей истории болезни, почему? Потому что сейчас все сохраняется в базе данных и, в принципе, твою историю уже там можно легко отследить у другого врача, да, то есть, это все синхронизируется и находится намного быстрее, ну, и, соответственно, соответственно, по-хорошему такую историю можно восстановить, что самое главное, почему у вас данных, почему нельзя вот хранить все просто в файликах, да, почему нельзя все обрабатывать просто в каких-то там, словарях, как это мы сейчас делаем, либо файл все записывать, ну, потому что это тяжелее потом обработать, тяжелее это все вывести, тяжелее это все сохранить, а по-хорошему, когда все автоматизировано, то есть, мы пришли в поликлинику, нашу историю записали, сохранили, все хорошо, то есть, если мы карточку потеряем, по-хорошему, мы могли бы прийти и сказать, ну, вот карточка потеряна, вы ли вы ее куда-то потеряли, давайте-ка печатать мне историю, ну, конечно, до этого еще с нашими поликлиниками далеко, но по-хорошему, это должно работать именно так, то есть, именно для этого это и создается, ну, это, конечно, все больше к человеческому фактору, но суть в том, что данные уже можно восстановить, если, конечно, не был вообще, там, положен сервер данной поликлиники, не были взломаны или будлены абсолютно все данные, только при этом случае уже, конечно, о каком-либо восстановлении вести речи не может быть, и именно для того, чтобы такого не случалось, как думаете, что вообще можно сделать, что можно делать, чтобы ваши данные не удалили сервер с вашей базы данных, ну, или удалились, но можно было как-то восстановить, что необходимо делать. Бэкапы, наверное. Молодец, бэкапы надо делать, да, то есть, по-хорошему, всегда делается бэкап. Что такое, кто значит, такой бэкап? Копия. Копия, да, копия. Копия вашей базы данных, копия, там, не знаю, самого сайта, на котором, на котором он, ну, точнее, сайт, где находится на сервере. Вот, то есть, это все копии. Почему? Потому что копию легко поставить, особенно, если идет постоянный бэкап, постоянно информация обновляется, да, то есть, хотя бы там, не знаю, два раза в неделю. При больших нагрузках, конечно, бэкап должен быть частый, то есть, там, хотя бы два-три раза в неделю, ну, не какой-то недель, в день должна быть идти копия. Если это какая-то маленькая информация, то есть, редко, да, что-то обновляется, то, в принципе, копий достаточно, там, не знаю, раз в неделю, раз в три дня. Я когда, допустим, работала на Одинэске, мы работали с крупниками, с крупными компаниями, у нас травли баз данных, у нас лежал сервер, вот мы делали копии, постоянно их выгружали, два раза в день у нас был, с утра обязательно и ночью обязательно. Вот, то есть, такие даже маневры, да, они, соответственно, упрощают нашу жизнь и позволяют все равно как-то восстановить данные, в отличие от того, как жили люди раньше, так сказать. Вот, то дальше, ну и, поскольку система БД хранит информацию все-таки в электронном виде, да, а не на бумаге, то она может быстрее извлекать данные, индексировать их, в принципе, разными способами и поставлять своим пользователям самую свежую информацию. Это одна из самых важных, самых важных плюсов, достоинств того, почему вообще надо использовать все-таки базу данных и почему они так необходимы при работе с онлайн. Вот, и в первых системах БД информация вообще хранилась на магнитных дисках. Количество лент во много раз превышало количество устройств считывания, поэтому техническим специалистам приходилось постоянно менять ленты, да, чтобы поставить ту или иную запрашиваемую информацию. То есть, представляете, вот там, ну, грубо говоря, заходит тот же самый подеклиник, у вас зовут Вась Пупки, ваша лента там находится, не знаю, не знаю где, там какой-нибудь десяток, и вот человек идет, берет эту ленту, вставляет эту ленту и загружает уже именно вашу информацию. Ну, первые разработки они все были, в принципе, такими, первые диски весили по 60-70 килограмм, и у них была очень большая даже радиоактивность вообще тогда. Вот, то есть, они были очень тяжелыми, очень громоздкими, с радиацией, обрабатываясь они очень сложно, но это вообще было, ну, когда первые начали, в принципе, первые поколения появляться. Ну, вот, сейчас, конечно, уже эпоха у нас, мы видим, что развивается постоянно, память увеличивается, да, то есть, когда-то буквально несколько лет назад, ну, может, когда, ну, может, 5-6 назад, честно, я что-то давно уже за техникой особо не слежу, но так, если говорить, мы еще толком не использовали сезди-тиски, да, то есть, у нас все были, купил, жди на тарабайт, и все прикольно, пошли, да, там, хорошо, хорошая покупка, сейчас уже все, тарабайт все простые, у нас уходят, да, в итоге мы покупаем сами что больше сезди-шник, сезди-шники пока были, мы совсем маленькими, когда они появились, да, то есть, там еще была прям совсем маленькая память, до 28, там, 250, больше они даже не появлялись, сейчас уже видим, то, что появляются сезди-шники, там, терабайт на 2 терабайта, да, то есть, память постоянно увеличивается, за счет того, что у нас все больше увеличивается потребление информации, все больше появляется приложение, да, которое нужно обрабатывать, хранить, хранить информацию, и почему я говорю о дисках, которые появляются, да, о памяти, потому что, по факту, когда мы с вами говорим о работе с БД, это не просто какая-то, скажем так, неосозняемая вещь, да, которую ты запустил, и она как-то там работает, что-то делает, нет, она даже имеет свой вес, то есть, каждая база данных, она имеет свой вес, чем больше записи данной информации, тем больше она имеет веса, поподробнее про каждый символ мы еще поговорим, но если вы помните из курса информатики, у нас с вами каждый символ имеет какое-то количество бит, да, либо же байт, помним это, сколько вообще стандартный, по стандартному Винеконду у нас занимает один символ, кто вспомнит, нет, да, один байт, 8 бит, то есть, занимает, конечно, идет расчет от разной системы Unicode, потому что есть Ascite простая, вот Ascite простая, там идет по одному байту, есть там Unicode, 16 версий, их там очень-очень много, и в зависимости от расширенности версии, количество символов, то есть вес символа, он увеличивается, даже пробъем, он все равно имеет свой вес, вот, и все, что ты сохраняешь, и так как ты сохраняешь информацию, ну, скажем, в текстовом виде, да, то есть, каждое сохранение будет иметь какое-то количество веса, оно элементарно рассчитывается, это формула, по информатике, это формула n равная i в степени, сколько весит данный символ, то есть, там n равная i в степени 2, допустим, вот, то есть, информацию текстовую, сколько она весит, и так далее, ее очень легко посчитать, но и также это, конечно, зависит от того, какой ты выберешь в итоге тип хранения данной этой информации, когда мы с вами полезем на самый же непосредственно сервер, да, в этот скейт, там мы рассмотрим, что есть очень много достаточно разных видов хранения, вот, например, то же самое, что и типы переменных на языке программирования, вот у нас с вами на Python и такого нету, да, то есть, все облегчено очень сильно, то есть, сам Python очень сильно облегчен, естественно, мы там не заморачиваемся в принципе с хранениями данных, да, какой-то тип, максимум мы заморачиваемся integer, float или str, то когда выводим, добавляем, да, информацию, или вводим ее, чтобы там, не знаю, цифра считалась как цифра, а не как строка, а если говорить о других языках программирования, например, такие как Java, плюсы, да, то там каждая примерно должна быть записана в каком-то формате, и этот определенный формат имеет свой вес, вот, тоже это все вот очень грамотно, скажем так, взаимосвязано, но еще курс информатики мы сейчас с вами вспомним попозже, но высчитывать правильный вес, это очень важно, и вообще вам пригодится при работе с программированием, с базой данных, для того, чтобы не перезагружать свою систему, особенно если она очень-очень большая, вот, дальше что, дальше что, какие есть баз данные, да, то есть вот это я там сказал, что есть нереализационная система баз данных, есть реализационная система баз данных, это важно знать и понимать, потому что два вида, они встречаются, ну, нереализационные, да, то есть, например, первые несколько десятилетий данные в автоматизированных системах ВПД хранились и представлялись по-разному, да, то есть, например, в иерархической системе данных данные были представлены в виде одной или нескольких там древовидных структур, вот, как это вообще может выглядеть, давайте сейчас я буду вам рисовать и показывать, что же такое реализационная баз, в данных, как она, в иерархической системе, точнее, как она выглядит. Сложный у нее механизм, это тоже два вида того, как она может выглядеть, и она довольно-таки такая, не то, что прям сложно-сложно, но есть у нее свои, скажем так, заморочки того, как она, как она работает. И первая, одна из самых простых для нашего понимания, это все-таки иерархический вид, то есть это просто построение дерева, и уже по этому дереву надо там как-то находится ищется эта информация, обрабатывается эта информация, и, в принципе, мы с таким типами данных работаем, мы о них очень хорошо знаем, да, это любые файловые системы, работают по древовидной системе, ну, в принципе, для нас это, сейчас, вот, вам дирекция подрисую чуть-чуть, то есть, пускай это у нас будет какой-нибудь, кто, Джордж, это будет какой-нибудь юн, текущие расходы, стопуса будут, текущие расходы, то будут сбережения, расходы, денежный рынок, визит, и здесь просто, да, нарисованы какие-то там, не знаю, суммы, вообще без разницы, что мы сегодня напишем, да, там, не знаю, дебет, кредит, и так далее, какая-то сумма дебета, какая-то сумма тоже там, дебет, есть какой-нибудь, предет, предет, где-то, ну, и сумма, как они, почему, на этом, заморачиваться, ну, здесь мы выстраиваем, мы уже линии того, что, к чему относится, да, и как это все взаимосвязано друг с другом. Я, конечно, художник тут еще, но думаю, вы уже привыкли к моему, к каракулям, так сказать. Так, как-то так это выглядит, то есть, если мы с вами сейчас посмотрим на связи, да, то что можно понять, у Джорджа есть какие-то текущие расходы, сбережения, в расходах у него есть дебет, кредит, сбережения, есть там какой-то дебет. Дальше, что есть сью, есть расходы, денежный рынок и кредит, да, то есть, опять-таки, есть какой-то дебет, есть какой-то кредит, то есть, друг за другом это выходит, да, и, в принципе, что у нас здесь, здесь у нас с вами вообще, если вы уже догадались, то организованы данные банкиских счетов Джорджа и непосредственно сью, то есть и у Джорджа и у сью есть собственные деньги, вы включающие их счета и транзакции, да, которые производимы при, по этим счетам, и иерархическая система БАЗДАН представляет средство для нахождения дерева конкретного клиента и последующего обхода этого дерева в поисках нужных счетов и или транзакций, то есть, у каждого узла дерева может быть ни одного или один родитель и ни одного, один или много дочерних узлов. Такую непосредственную конструкцию называют иерархией с одним родителем, соответственно, чтобы найти кредит у Джорджа, допустим, вот этот кредит, какую нам надо с вами провернуть схему. Во-первых, нам надо найти Джорджа, то есть, мы идем к Джорджу, потом, что ищем там, у нас там текущий расход сбережения, ищем текущих расходов, пункт текущих расходов, после него уже спускаемся в кредит. У СЮ, да, то же самое, чтобы найти какой-нибудь вот этот вот дебет, да, вот эту вот сумму, то нужно сначала найти сам УСЮ, потом найти там расход денежный рынок, кредит, и только потом уже, переходя, мы найдем, что нужно нам, нужна нам позиция лежит непосредственно в денежном рынке. Если мы на это посмотрим более внимательно, мы с вами увидим, какую структуру. Ну, структура словаря, словаре, да, то есть, помните, вот эта вот вся жуть, которую мы с вами, ну, не жуть, точнее, вот эти сложные коды, которые мы с вами описывали при обработке данных, то есть, есть такой, скажем так, пускай будет ключ, да, Джордж, потом, что идет у этого ключа, есть два значения, которые, скажем так, являются чем? Словарями, в итоге у него есть, что, ключ текущей расходы, да, и ключ сбережения, и только потом уже внутри, да, есть значения в виде списка, дебет и кредит, дебет, ну, любые суммы, которые могут находиться, то есть, эрафическая система, это на самом деле, самое простое представление нашего словаря, с которым мы уже привыкли работать, не знаю, сколько раз, вот, то есть, нахождение работы с такими системами, конечно, намного сложнее, намного дольше, есть у нее свои недостатки, но, в принципе, это не реализационно баз данных, они, скажем так, сейчас, ну, не особо-то в обиходе, как так, при построении каких-то, ну, как мы с вами писали, маленькие такие задачки, вот, кроме иерархической системы, есть еще вторая система, это сетевая база данных, звучит, соглашусь, условно, но, на деле, все не, скажем так, не то, что прям кошмарно, давайте попробуем ее сейчас тоже с вами рассмотреть, то есть представляет она собой наборы записей и наборы связей, которые определяют отношения между этими разными записями, то есть, чтобы найти транзакцию, которая производится по депозитному счету, да, денежного рынка, СЮ понадобилось бы сделать следующее действие, во-первых, это найти клеемскую запись Сью Смит, потом перейти по связям от клиентской записи Сью к списку ее счетов и пересмотреть спочку с счетом до тех пор, пока не будет найден счет денежного рынка. Давайте я сейчас вкладам новое. Как это будет выглядеть? Ну, здесь совсем, ну, сеть, 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 да, одно слово сеть, там, представляем, сеть, мы сам понимаем, что там какие-то куча целая взаимосвязи, да, которые идут друг от друга, это действительно так. Так, пускай у нас с вами что будет? Здесь будут клиенты находиться, здесь у нас с вами будут находиться счета, здесь у нас пускай будут находиться транзакции, и здесь будет находиться типа счетов. вот, рисуем, в чем рисуем сам текущий расход, допустим, да, там потом что еще, есть какие-то сбережения, есть еще что, текущие расходы пускают, там денежные, кредит, здесь какие-то куча разных счетов, мы не будем их описывать, оставим пустыми квадратиками, чтобы время не снимать. Вот так будет учетом и здесь, например, типа счетов, да, то есть, например, текущие расходы, какие-нибудь сбережения, денежный рынок и какой-нибудь кредитный лимит. Надеюсь, давайте нажимаем черт. Сходы. Режим. Сходы. денежный рынок и типа счетов тут воздействие расходы урежение чтобы было вообще проще понять что здесь происходит вдруг если это у нас с вами давайте представим наше обычное приложение банковского которым мы заходим вот каждое приложение это что это мы сами да то есть джордж ю и так далее там да михаил владислав айтон то есть клиент расходу определенный клиент да и дальше расход сбережения так далее когда мы заходим и смотрим какие у нас есть кредитные карты что на них находится на какие-то сбережения то вклады открыты и история дебит кредит это ваша история когда вы заходите на карту смотрите да что она не происходила то есть там по история покупок или перечислений на вашу карту и какие здесь могут быть взаимосвязи какие здесь могут быть взаимосвязи здесь на самом деле все намного сложнее потому что каждая деталь взаимосвязана друг с другом во первых у джордж да есть какие-то расходы а вот сбережения уже будут идти по обратную сторону джордж потратил сбережения джордж получил то есть это уже обратная сторона расходы напрямую да там связаны со сбережениями допустим с лимитом вашим на счету так сказать потом расходы то есть какой-то де беда кредит это значит что что-то был получен чтобы получить этот дебет потому что в общем куча разных цепочек которые будут взаимодействованы друг с другом которые будут определяться да для того чтобы там найти какую-то нужную полезную нам информацию типы счетов тоже это отдельная вкладочка которая будет собой да там сбережений так далее считать допустим абсолютно все сбережения которые там есть у людей то есть что есть тут денег извиняюсь за ошибку уже должно быть перчатка вышла так да то есть сбережения расходы сюда потом еще что может быть там взаимосвязь идет отсюда по счетам то есть сбережение там обратно дает взаимосвязь сюда если мы пойдем к сию то здесь совсем можно все скажем так запутаться да то есть сию расходы пятью какие-то там кредитный лимит здесь тоже все взаимосвязано потом что кредитный лимит к типу счет туда идет кредитный лимит ну и так далее то есть цепочку можно рисовать до бесконечности потому что абсолютно все связи которые здесь находятся и есть они должны быть друг с другом чем-то соединены да то есть просто так здесь ну ничего не будет если древовидной системе а все понятно да там друг за другом все это пошло то есть какой-то клиент по там есть четкий типы счетов потом есть уже денег и кредит а то в сетевом все намного намного образуется сложнее вплоть до того что допустим расходы от джорджа могут там быть взаимосвязаны с расходами усею то есть вплоть до такой вот до такой записи а вот и в принципе одну из самых там интересных когда там особенность сетевых баз данных демонстрирует непосредственно набор записи продукт то есть тип счетов вот это точно мы просто продукт тип счетов которые есть также что есть тут текущий расход сбережения да и указывают список записи это счет да то есть какой конкретно счет открыт у человека в поэтому в принципе доступ к записям счета может быть осуществлен из нескольких мест это может произойти через непосредственно моего клиента а может произойти через тип счета то есть что о чем это речь вот мы с вами зашли в банк да когда мы с вами заходят принципиально как персонализированные наше приложение да который у нас там установлено сбербанк тинькофф от в банк да без разницы чем вы пользуетесь везде один и тот же механизм мы сейчас подробнее на радиационке еще разберем то есть у нас вами что происходит под к нам наше приложение с вами будут подтягиваться именно наши счета именно наши да какие-то сбережения доходы расходы и так далее но если мы там звонил в банк не знали банк не в банк ну сделали зашли в банк как раньше там оплачивали до квитанции еще что-то да вручную это но еще заплачивать принципе старушечки наши но мы все пользуем в принципе большинство пользуемся чем мобильные приложения раньше мы там ходили в банк и через банк что-то оплачивали и например они били не ту транзакцию да как найти эту транзакцию как ее будут искать ее будут искать через просто тип счета да через сумму и в итоге таким образом нужную сумму ну которая была перечислена да будет можно будет найти через вот это вот поле да то есть продукт или типа счетов для чего и нужно это отдельное ответвление а в отличие от первое да которая была иерархическая система то там найти просто так что-то было невозможно то есть там нету отдельного ответвления через которое мы могли бы найти какие-то типы счетов да там только по ним посмотреть эти транзакции то есть это просто-напросто было бы невозможно вот а в отличие от сетевой почему здесь так много связи так много стрелочек потому что при всех этих взаимосвязях в итоге немножко гибко становится поезд информации среди все это база данных ну и в принципе иерархические сетевые баз данных ныне живы и здоровы кроме того иерархические системы боды сейчас работают в службах каталогов таких как актив директоре компании microsoft также что директор сервера компании нет скейп и так же еще работают вместе с xml по моему да вот однако начиная там 70-х годов конечно же большую популярность получили именно реляционные модели баз данных и как бы работают большинство конечно именно с данными баз данных вот но знать что есть такие нереационные до база данных которые в принципе там иерархическая самая простая база данных да которая напоминает там не знаю может быть про функционалу при работе сам обыкновенный файлик он а точнее словарь да так же он кстати хорошо обрабатывается таким такой вещью как джессон по-моему джессон мы еще будем и сюда будем обязательно джессон будем с вами файлы обрабатывать то есть мне необходимо при работе с айпи когда вы скачиваешь всю информацию например где-то еще может пригодиться понимание данного функционала парсинги просто простые парсинги штука парс данных когда мы заходим на какой-нибудь сайт и хотим сверовать всю информацию которая там есть хотим сделать свою базу данных вы знаете там участок обывайте как предприниматель часто так и что мне звонит и говорят хотите мы вам продадим такую баз данных там совет еще скоткода да или еще там с любого принципе источника заходит да там парсит эти данные записывают допустим честом джессон и потом уже внедряют куда-нибудь в каталог ну там много конечно разных видов пасинга есть но это один из моментов еще джессон через айпи работает это если прям ты являешься допустим партнером какого-то интернет-магазина сейчас например делать интернет-магазин а к нему подойдут и скажут то что у нас там есть официальный партнер который нам готов предоставить все наши карточки как это по-хорошему как это должно выглядеть не то что там владу дадут всю базу данных которая есть на тебе вот кинуть ему там грубо говоря там в лицо это флешку скажу и скажу таки на устанавливай да нет но по-хорошему на сайте должен быть определенные опеключить через которые ты отдаешь он к ним подключается выстраивает механизму того как будут скачиваться да и записывать стальные данные 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 да технология но здесь понятно вот обычно джессон у нас работает конкретно со структуры словаря да то есть ты выстраиваешь где есть ключ и иерархию да что зачем идет потом ты это скачиваешь и уже допустим добавляешь к себе либо через файл обрабатываешь либо через файл парсишь себе базу данных непосредственно то есть но это где может примерно такие структуры встретиться в работе так конечно это зачастую больше работ с мейнфреймами и да с такими более служебными каталогами реализованы вот в принципе про нереализованную реализованную это все и дальше у нас после переменки будет реализованно было с данных и потом поговорим про типа памяти которые есть посмотрим вообще не функционал наши чем мы будем работать на данный момент и еще раз поподробнее поговорим как обрабатывается каждый символ да сколько он дает бит там занимать кстати кто забыл один байт это восемь бита показками есть какие-нибудь или вот пока все хорошо все понятно то молчите у меня пока все хорошо структуру показали нереализованных сейчас нереализованная это надо запомнить нереализованная нас два вида этой простая и сетевая сетевая на сложнее но я действительно больше к служебным каталогам и так далее то есть а иерархию ты можешь встретить но не то что прям именно баз данных встретить а структуру может встретить да то есть это обычные словари в которых ты работаешь и джейсон файлики можешь еще их обрабатывать встречаться так в принципе при построении баз данных при работе с приложениями сайтами больше ты нигде с ними не встретишь если не уйдешь какой-нибудь сетевое программирование так про революционные нереализованными зонами поговорили теперь наша задача поговорить про революционное так мне нужен порт в 70-м году сотрудник исследовательской лаборатории ibm доктор код опубликовал статью под названием революционная модель данных для больших банков данных коллективного пользования в которой предложил предоставлять данные как наборы таблиц то есть место указателей для навигации по взаимосвязанным сущностям используются сбыточные данные которые связывают записи разных таблиц и вот как могут вообще выглядеть те самые таблицы как они могут выглядеть первое пускай это будут баз данных клиентов это у нас с вами айдин 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 да ведь мы что джордж все вот так будет выглядеть нашего вместо того построения того что мы делали до виде таблицы наши клиенты будут выглядеть именно вот так то есть у нас будет сами имеется обязательно всегда есть индификатор без индификатора мы никогда ничего не делаем это как ключ у словарей на для того чтобы работать с данными мы должны знать и понимать с каким типом айди мы с вами вынести по москаке модификатором мы с вами работаем чтобы переходя по записи мы могли попадать именно на ту запись которая нам нужна а не на какую-то рандомную вот так же мы здесь она вводим хранение до имени и фамилия да ты жордж из ю это у нас представление наши таблицы для непосредственно клиентам дальше можно сделать представления это такое понятие как тип счета до тип счет который мы с вами указывали Как он может, да, там, выдвигать? Опять-таки, у нас всегда с вами есть, это надо запомнить, ID, идентификатор. Здесь можно написать, допустим, куст. ID. И здесь, например, тип счета, да, его name, title, да, без разницы. И здесь можно написать, счета, да, там, он, блок. Здесь что? Текущие расходы, сбережения, нижний рынок и кредитный лимит. То есть, таким образом, у нас будет выглядеть тип счетов, да, то есть, продукт ID. А идентификатором действительно может быть либо цифра, либо, то есть, символы, да. Желательно, если идентификатор, то символы должны быть на английском языке, а не на русском. Единственная разница в чем? Вот когда мы делаем с вами символы, например, просто, которые в записи добавляются по очередности, здесь можно сделать автоматическое добавление записи. То есть, идентификатор будет автоматически сам подстраиваться под запись. Один, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь и так далее. Когда мы задаем не автоматический идентификатор, то есть, через представление символов из ЧК, САВ и ММА, МЛОК, то здесь мы каждый идентификатор должны прописать вручную. Я на практике больше придерживаюсь того, что идентификатор у меня всегда просто цифра, а не набор символов, потому что символов при кодировке, не кодировке там тоже могут произойти некоторые сборы. Конечно, понятно, что все можно настроить, все можно наладить, сделать так, чтобы это работало, но чтобы отбежать каких-то лишних проблем, которые мне совершенно не нужны. Я предпочитаю делать продукт ID 1, 2, 3, потом уже сокращенный из ЧК, САВ и ММА, МЛОК, и потом уже НЕМ. Но здесь, опять-таки, дело любителя, все зависит от практики, с которой ты постоянно работаешь и вес. Ну и как же будет выглядеть теперь наш, допустим, счет. Например, там будет аккаунт ID, здесь будет продукт ID, здесь будет пустой ID, и здесь уже будет непосредственно сам баланс. То есть здесь это будут идентификаторы 1, 2, 3, 4 и так далее. Продукт ID будет находиться, идентификатор типа счета, с которым мы работаем, то есть, допустим, да, там, ЧК, САВ, ММА и ЛОК. Потом здесь будет идентификатор, в котором мы привязываем счет к конкретному пользователю, да, то есть это будет Джордж Сью, Джордж Сью. И здесь уже пишем какой-то баланс, баланс, который у нас находится на этом счете непосредственно. То есть здесь у нас что происходит? У нас здесь находятся, скажем так, две таблицы, на данный момент, да, две таблицы, которые связаны между собой всего лишь, точнее, никак между собой вот эти две таблицы у нас не связаны, да, непосредственно клиенты счета, а связь идет вся через табличку непосредственно счета, где у нас с вами показывается тип нашего счета и где идет привязка к нашему конкретному пользователю, к нашему клиенту. Этот идентификатор отсчитывает лишь каждую уникальную запись, которая находится именно в данной таблице. Если что, идентификатор должен быть уникальным, ни в коем случае не должен повторяться в вашей таблице, нигде. Ну и может быть еще такая табличка, как транзакция. Транзакция. Здесь, то есть, может быть, что... Допустим, дэйд. Здесь, как всегда, просто идентификатор 1, 2, 3. И здесь у нас с вами идет, что... Тип счета, то есть, либо дебет, либо кредит. Аккаунт 1, к какому счету привязывается эта транзакция, да, то есть, например, 1, 1, 1 к первому счету. Дальше, что, допустим, это тоже к первому счету привязывается, а это уже привязывается, допустим, ко второму счету. И здесь уже идут наши транзакции, да, сколько мы там потратили, сколько у нас там денег с вами осталось. Ну и здесь идет непосредственно уже... Просто дата, да, полная дата, когда это произошло, то есть, например, 14.01, да. Это, допустим, транзакция была, там, не знаю, 12.01. Эта транзакция, допустим, была тоже 14.01. Первого. Дальше что? Дальше что у нас с вами происходит? В принципе, в принципе, что? У нас с вами есть, получается, 4 таблицы, да, которые представляют между собой 4 сущности. Это что у нас? Клиент, типы счетов, счет и непосредственно с вами транзакции. И, в принципе, у нас с вами получается, что есть две, скажем так, уникальные таблицы, которые никак не связаны между собой. Это клиент и непосредственно типы счетов, да, и две таблицы, которые уже по взаимосвязи друг с другом связываются. Первая, это таблица аккаунта ID, которая принимает во взаимосвязь, да, к какому именно счету относится, к какому клиенту, да, относится этот счет непосредственно и какой здесь есть тип счета. И вторая таблица, это у нас с вами, получается, транзакция, то есть какой именно транзакция, по какому типу относится здесь непосредственно к счету, да, то есть где на каком счете происходили какие списания, либо по вполне не я. Вот. В принципе, что здесь можно увидеть и, так сказать, понять, зачем здесь нужна вот эта вот самая избыточность, да, и почему мы здесь взаимосвязываем с вами таблицы через какие-то, ну не то что непонятные, да, моменты, на самом деле все довольно-таки просто. Когда мы с вами работаем с банком, ну когда мы с вами заходим в приложение банка, допустим, у нас с вами что получается? У нас с вами появляются наши счета. Вот каждый наш счет есть непосредственно тип счета, да, который у нас оформлен. Почему? Потому что у банка есть очень много разных услуг. Это кредиты, вклады, просто гибридовые карты, да, там зарплатные счета и так далее. То есть возможностей у банков очень-очень много, да, которые они предоставляют. И каждая привязанная услуга должна отображаться у конкретного клиента, ну, который работает с данным приложением. Плюс у каждого этого счета есть какие-то свои транзакции. Ну, понятно, что там, допустим, вклад, ну, тоже может быть и дебет, и кредит, если ты снял деньги с вклада, да, конечно же. И потом, что у карт, да, могут быть списания и пополнения, это нужно для того, чтобы мы могли отследить какую-то просто-напросто транзакцию, да, в которой мы работаем. Я же, знаете, все данные будут храниться просто-напросто в одной большой базе данных, да, в одной таблице. Вы просто представьте, насколько тяжело будет потом обрабатывать эти данные, осуществлять поиск среди данных, да, и зачем нам, например, в счете писать каждый раз тип счета, прописывать его там, не знаю, вручную или еще как-то, если у нас есть какой-то определенный список счетов, да, продуктов, точнее сказать, текущий расход, сбережение, денежный рынок, кредитный лимит и так далее, все, что может там встретиться. Зачем нам потом отказываться от этой таблички, писать в счетах все это вручную? Во-первых, это нужно уберечь от чего? Во-первых, от ошибок, да, которые могут встретиться просто орфография, невнимательность, еще что-то, когда ты написал какую-то букву не так, да, там просто элементарная ошибка может повлечься потом в проблему с тем, что, допустим, будет неправильно формироваться отчет по банку, да, ведь наши банки собирают статистику того, сколько у них там есть денег, сколько там у них лежит у клиентов сбережений, еще что-то, то все эти отчеты, вся эта статистика, она, конечно же, сдается. Для того, чтобы эту статистику сдать, надо понимать, как правильно делать выборку из таблицы для того, чтобы сформировать такой отчет. Если это будет все находиться в одной базе данных, да, то есть не базе данных, точнее в одной табличке, то просто-напросто сформировать такой отчет по полям будет намного сложнее. Во-первых, выборка будет идти намного дольше, чем если мы выбираем сразу по определенному модификатору, да, а во-вторых, небрежность сотрудника, который заполнял эту табличку, совершил какую-либо ошибку, повлечет за собой тем, что неправильно сформируется непосредственно сам отчет, то есть банально будет ошибка, но и намного удобнее, да, выбирать уже готовые данные, готовый список данных для того, чтобы сделать взаимосвязь этих клиентов. Потом, почему ему надо по отдельности, да, там, формировать счета и самих клиентов. У клиентов же тоже может быть значительно много разных данных написанных, это же не только фамилия, имя, там хранятся все наши данные, там хранятся наши, ну, имя, фамилия, номер телефона, паспортные данные хранятся, наш адрес, работа, дополнительные номера телефонов, да, там, вплоть до того, что хранятся наши логины и пароли от нашего приложения, непосредственно в котором, ну, точнее, от нашего там учетной записи в банке. Вот, поэтому, да, что делать, если нам надо поменять какую-то информацию, а эта информация записана в нескольких разных таблицах. Вы просто представьте, надо зайти сначала в одну таблицу поменять эту информацию, да, а потом зайти в другую таблицу поменять. И в итоге что может быть? Может быть просто куча целых разных ошибок из-за того, что, там, не знаю, девочка сменила фамилию. И в итоге вам приходится перелопачить кучу данных, вместо того, чтобы найти определенного клиента, зайти в его карточку и быстро это все поменять в одном месте, и все изменения отобразятся во всех последующих уже таблицах. Это, во-первых. Во-вторых, те же самые логины и пароли. Ну, допустим, когда мы, первое, понятно дело, что сейчас все приложения, они имеют просто четырехзначный код, который мы с вами вводим, он запоминается, и таким образом мы быстро авторизируемся в наших приложениях. Ну, по факту, когда мы с вами заходим в первый раз в приложение, да, вспомните, что у нас происходит. Мы с вами вводим логин и пароль, да, логин и пароль. Что в этот момент происходит? Подключается нужная база данных, например, пользователей, да, и среди всех этих пользователей ищется ваш конкретный логин и пароль. При совпадении вы заходите в свой аккаунт, по которому уже потом подтягиваются все данные, да, которые у вас находятся в этом банке, все ваши счета, транзакции и так далее. Поэтому избыточность данных именно в таком подходе, он просто необходим для того, чтобы вы могли более гибко формировать запросы и более гибко, да, настраивать работу своего приложения. Ну и плюс вы просто-напросто оберегаете себя от банальных ошибок, которые могут произойти по невнимательности. Поэтому делать правильно, разбив таблиц, да, на разные подчасти, это просто необходимо. То же самое, когда мы с вами изучали UML, да, когда мы с вами изучали классы, когда мы с вами писали проект непосредственно в пиццерии, мы с вами уже тогда на примере классов учились распределять правильно всю информацию, которая находится. То есть здесь даже можно сказать про принципы, да, Solid, которые мы изучали, там есть принцип ответственности, да, то есть чтобы в базе данных, даже в вашей таблице, тоже это применимо, чтобы ничего лишнего не было, да, чтобы таблица отвечала за что-то одно. Если мы будем в таблице хранить и там, не знаю, персонализированные данные и номера счетов, то просто-напросто потом повлекутся ошибки. Да и представьте, вот номера счетов у нас есть несколько, да, вот несколько карт у вас от одного банка, не знаю, и что, тогда представьте, что в этой таблице у вас просто-напросто будут постоянно дублироваться данные, то есть вы заходите, у вас показывается там, не знаю, Вася Пупкин, счет такой, и потом тут же идет опять Вася Пупкин, счет второй. Ну, то есть такого нельзя допускать, это просто-напросто будет неудобно при работе, поэтому, хоть это и называется избыточностью данных, да, то есть, ну, на самом деле это очень удобно, когда строишь структуру и взаимосвязь приложений. И именно так мы с вами должны работать, учиться, то есть все те знания, которые вы получили на примере классов, на примере принципов Solid, вы вполне можете применять на практике, да, применять для того, чтобы непосредственно работать с данной базы данных, вот. То есть здесь важно разделять, да, чтобы каждая таблица несла только свою информацию и ничего лишнего. Тут понятно, все, пока. Да. Хорошо. Так. Дальше что еще хотела сказать такого? Ну, в принципе, про... про избыточность данных, про разделение, все рассказала. Вот такой вид уже называется все. У нее вид один, название одно, это революционная база данных. То есть это простые таблички, разбиение информации, да, на подчасти. То есть вот так вот именно выглядит революционная база данных. Революционных баз данных очень много, их просто не вменяем, ну, не вменяем, не вменяемое, конечно, количество, но на самом деле сейчас очень много развелось, постоянно что-то улучшают, что-то добавляют, что-то появляется новое, поэтому здесь выбор, конечно, очень довольно-таки широк. Вот. Если говорить о терминологии, сущность, сейчас встречаемся, будем встречаться с таким словом, в принципе, встречались с ним на e-mail, это то, что представляет интерес для пользователей базы данных, например, клиенты, запчасти, гидрофического приложения и так далее. Столбец – это отдельный элемент данных, который хранится в таблице, да. строка – это набор столбцов, которые вместе полностью описывают сущность или некоторые действия, которые производятся над сущностью, также она называется как запись. Таблица – это набор строк, который хранится в памяти или на постоянном запоминающемся устройстве, то есть постоянная таблица. Результирующие наборы – это название непостоянной таблицы, которая обычно представляется в виде результатовского запроса, ну или просто как отчет какой-то. Какой-то временный отчет, который можно сформировать, да, там, скачать, поспечатать и так далее. Это будет являться результирующей таблицей. Первичный ключ – один из более… один или более столбцов, который можно использовать как уникальный антификатор для каждой строки таблицы. Все, что здесь написано – текст и ID, аккаунт ID, продукт ID, куст ID – это все будет являться внешним ключом. И первичным ключом, точнее. И есть еще такое понятие, как внешний ключ, то есть один или более столбцов, который можно совместно использовать для идентификации одной строки, другой таблицы. Это по терминологии. Ну и в принципе, что такое SQL, да, то есть помимо определения революционной модели, код предложил язык для работы с данными и ну, в революционных таблицах, да, которые назывались тогда еще как там DCL-альфа. Вот. И вскоре после публикации статьи кода в IBM была организована группа для создания прототипа языка на базе его идеи. Это группы разработки, да, там разработала упрощенную версию DCL-альфа, которую в те времена назвали еще как SQL-альф. Вот. Потом это был SQL, получается, и потом уже дали, в конце концов, сокращенное название просто SQL. Вот. Сейчас SQL разменял уже четвертый десяток, претерпев в свой век множество каких-либо изменений. в середине 80-х годов там Национальный институт стандартизации США начал разрабатывать первый стандарт языка SQL, который был опубликован в 86-м году, получается. Дальнейшие разработки были уже отражены в следующих версиях. Это было в 89-м, в 92-м, потом следующий был в 99-м, потом был в 2003-м году. И наряду с усовершенствованием базового языка в SQL появилось новое возможность для обеспечения объектно ориентированной функции анальности, потому что ОП и база данных это все взаимосвязано. Вот. SQL идет рука обраку с реляционной модели, потому что результатом SQL-запроса является таблица. Таким образом, в реляционной базе данных можно создать новую постоянную таблицу, просто сохранив результат какого-либо там итогового запроса. И аналогично в качестве входных данных запрос может использоваться как постоянная таблица. И в принципе все. Дальше что еще? SQL Надо понимать, что это не процедурный язык. То есть если нам приходится работать с языками программирования, то мы привыкли с вами к описанию переменных и структур данных, то есть там if или else, while for, потом объекты, функции, процедуры и так далее. то есть мы привыкли разделять с вами код на небольшие многократные используемые там части. Код передается в компилятор и в результате исполняем код, делая точностью то, что мы с вами запрограммировали по алгоритму. То есть каким бы языком программирования мы с вами бы не работали, мы полностью управляем действием программы. С SQL однако понадобится отказаться от привычного контроля над выполнением, потому что SQL выражение определяет необходимые входные и выходные данные. А способ выполнения выражения зависит полностью от компонента механизма SUBD. Работа оптимизатора заключается в том, чтобы рассмотреть SQL выражение и с учетом конфигурации таблиц и доступных индексов принять решение о самом эффективном пути выполнения запросе. Большинство SUBD позволяет программисту влиять на решение оптимизатора с помощью подсказок. Например, там предложение по использованию конкретного индекса. Однако большинство пользователей SQL никогда не доберется до какого-то сложного уровня и всегда будут выполняться запросы на каком-то базовом понимании, потому что обычно этого хватает, а если нужно что-то совсем сложное, то там могут навстречу пойти какие-то другие СВД, которые уже заранее работают по немного другому механизму. Вот. И запрос следует то, что со SQL писать полное приложение не получится. То есть если требуется создать что-то сложное, простого сценария, для работы с определенными данными понадобится также интегрировать там SQL с кем-либо языком программирования. И здесь в принципе допустим Oracle с языком там по SQL и еще есть Microsoft Transact SQL. То есть под каждый язык также могут быть какие-то свои определенные базы данных в СВД, с которыми они легче индексируются. Там Java например это GDPC в плюсах работает в принципе это сервер SQL это работает Oracle Oster SQL работает DB2 потом работает что еще может встретиться там C-Sharp BVisual BASIC работает только с ADO нет от Microsoft Python более гибкий. Вот то есть если требуется там только интерактивное выполнение SQL команд каждый производитель BD обеспечивает как минимум простой инструмент передачи SQL команд механизм СУБД и просмотр результата вот большинство производителей предлагает также графические инструменты один из самых легких нелегких но допустимых это СУБД непосредственно MySQL QE что такое непосредственно MySQL SQE да то есть реакционный баз данных продается уже более двух десятилетий к самым зрелым популярным продуктам относятся Oracle SQL сервер от Microsoft AutoDB 2 потом Subbase и в принципе все эти серверы BD делают примерно одно и то же хотя некоторые лучше оснащены для работы с очень большими высокопроизводителями BD открытого кода наблюдалась активная деятельность по созданию жизнеспособной альтернативы коммерческим серверам BD то есть это два наиболее распространенных продукта как раз таки PostgreSQL и MySQL вот в принципе MySQL она открытая бесплатная и со стандартной принципы приложения даже не то что стандарт и те же самые магазины в принципе у нее нормально обрабатываются каких-то прям особых ограничений у данной BD нет то же самое как и у PostgreSQL вот в принципе ну и давайте попробуем сейчас не то что попробуем пробовать на практике завтра уже все будем а сегодня все равно пока что у меня еще придется послушать так первое что я хочу сказать это как открыть кто работает на Open Server как мы его включаем как мы его открываем если устанавливали именно мой файлик то достаточно просто нажать дважды по нему у нас появляется внизу вот такой вот красненький флажочек либо надо на стрелочку нажать он здесь будет красный флажочек Open Server панель называется нажимаем по нему и в первую очередь давайте перейдем в настройки в настройках нам надо зайти в модуля и пока что пока что для работы для изучения SQL поставьте настройки главные настройки это но у меня стоит PHP версии там 7.2 то есть Apache там 24 PHP 72 PHP 72 стоит версия и MySQL MariaDB мне главное чтобы здесь стояла именно MySQL 5.7 ну и винда которая у вас это для того чтобы запустить потом панель хотя чтобы поведнее было сейчас кину вам чат наверное нажимаете сохранить и все после этого переходите жмите на красный крестик и жмакайте запустить жмакайте запустить должен появиться такой зелененький флажочек нажимаем на зеленый флажочек и выбираю выбираю с вами пункт дополнительно дополнительно PHP MyAdmin вот мы с вами попадаем куда мы попадаем в добро пожаловать в PHP MyAdmin вообще по стандарту по стандарту что-то случилось что такое по стандарту пользователь root и без пароля просто root авторизация и заходим попадаем вот в такую админку от нее админка для работы в MySQL здесь можно посмотреть сервер данных для версии сервера пользователь кодировку сервера это очень важно mb4 если стоит то значит база которую мы будем делать они должны быть тоже в этой кодировке в которой мы работаем по крайней мере веб сервер Apache версия клиента баз данных вот и так версия PHP 7.2 это означает что он там и выше тоже принимает в принципе то есть нормально работает но PHP нас не интересует пока нам нужно просто потому что мы будем работать с Python все зашли все получилось поставьте нет у меня выбивает отключение использования то есть нельзя изменять файл хост когда пытаетесь настройка ну когда я нажимаю запустить да у меня выскакивает окно файл хост отключен отключение использования хост файл для настройки прав доступа а через админу попробуем попробовать отключиться то есть выключить нажать выход и когда будете нажимать на open server запустите через администратора то есть открыть программу с помощью админа и перезайти и опуститься если не помогает то скиньте мне ошибку пожалуйста фотку пришлите киншот истина вот это что такое общего подсерва это сборка серверов такие как уже как будто настоящий сервера они себя содержат сразу готовую сборку при работе с есть такой как апач который работает как сервер обрабатывает скажем так уже запросы вот потом это у нас с тобой сразу встроены морские базы скилем алифтин можно немножко перебью а куда дальше вот все загорелся зелененьким нажимаешь дополнительный тут должна появиться плашечка похотом админ есть да нажимаешь на нее там порой этот пользователь рут без пароля должен быть у тебя браузер сейчас откроется вот это готовая сборка сервера причем мне нравится что на open сервере если ты потом будешь переносить на такой хостинг хотя бы как бигет или таймвеп у тебя все встанет без ошибок никакого слюта котировок вообще ничего не будет то есть у него полноценная сборка для того чтобы ну как будто работаешь уже с настоящим сервером на который потом ты будешь выкладывать свой проект сайт и так далее если можно сделать сборки вручную но вручную это прям таща морока на самом деле делали раньше вручную настраивали эти сервера лет так локально имеется ввиду лет 10 назад в принципе потому что там тогда существовал сервер только Denver Denver уже давно отчалил мир иной вот поэтому после него сразу появился в принципе open server и уже стал в течение многих лет он популярен за счет своего удобства и за счет своего внедрения потом на любые уже сервера в интернете почему потому что нет база данных да там вообще бэк он не может работать без обработки непосредственно самим сервером да там например самим апачем поэтому без него да без передачи протоколов работать ничего не будет для этого нужен сервер выкладывать проект сразу на настоящий сервак там есть очень большой недостаток в том что за счет того что это там идет большой поток передачи данных большой поток связи то загрузка изменения и какое-то редактирование может идти намного дольше и когда очень много каких-то изменений происходит может произойти забивка кэша а если забивается у меня было было несколько раз в практике такой прям реально в практике с заказчиками такое что забивался кэш роутера а если забивается кэш роутера то это неделю нельзя вообще заказчику там с этого роутера еще с чего-то следить какие-то изменения поэтому лучше всего лучше всего настраивать целиком и полностью сайт на своем локальном сервере чем лейси разума настоящий потому что при передаче протокола все происходит немножко медленнее чем на локалке ну потому что локалке ты работаешь только сам собой и вся загрузка идет непосредственно на твою оперативку с твоими данными то есть это скажем так не обрабатывается внешкой я так понял что это просто такая имитация сервера виртуального который мы все делаем настраиваем потом переносим настоящий сервер кодом то там загрузки идут просто потом стиле долг обновляются кэш забивает короче то еще кэш браузер поставили надо чистить чтобы что-то заметить посмотреть JS вообще так не будет работать там много минусов недостатков вот ну и в принципе что мы делаем что мы делаем давайте сейчас вручную создание баз данных нажимаем вот здесь на создать BD имя базы данных любую поэтому здесь 27 у меня будет здесь очень важно посмотреть на вот эти кодировки сейчас расскажу на что отвечает каждая абсолютно кодировка мы с вами стандартно работаем в кодировке UTF MB4 General 7 General 7 UTF MB4 General 7 существует типа разных кодировок когда открываете да просто огромнейший список кодировок которые там встречаются и что за что отвечает каждая кодировка вот это вот кодировка которая идет UTF 8 я просто выбираю MB4 потому что сервак у нас настроен на MB4 а не все серваки на MB4 в принципе равно большинство работают единственное с которым бывает проблема проблема это часто с регро если стандарты мы сейчас редко пишем кодировки да то есть он хорошо все серваки обрабатывают то по регро есть вообще ужасная запара в том что там надо делать обработку постоянно ее писать кодировку там это все слетает это в общем самый ужасный на практике север который только может быть там оборудование обновляет что ли еще что-то ну в общем очень много проблем у него и в принципе те 8 генерал си и так далее это проставил те 8 не код но здесь надо вспомнить раз не разного точнее урок информатики вспомнить то что у нас по информатике существует очень много разных систем модировки символов есть аскайп кто забыл что паска дать наверно память свою освежение и таскай а то что вот так обрабатывается мне там всего лишь где-то 256 символов получается сам маленькая таблица символов потом у нее один символ будет весить там сейчас правильно помню байт всего то что сам маленький помбать да вот то есть это кодировка символов есть статья 8 есть там 16 их достаточно на самом деле очень много есть там разные дополнения да статья 8 это считается самая основная кодировка которая работает с большинствами там символов мне бы вспомнить сколько именно у нее символов если честно потому что я позорно сейчас забыла сколько конкретно у нее символов идет 65 тысяч что ли он определяет по кодировке как-то так у тебя в 16 там еще больше у нее и вес идет намного больше то есть это тоже кодировка символов непосредственно у тебя 8 уже обрабатывается по кодировке в 16 личном коде вот и символы там уже идут от 2 до 4 байтов может быть вот то есть если это и плюс тут примечательно в том что идет по кодировке например вот те 8 по нюникуду и простая аскай у них получается первую символ они идут там первый символ идет одинаковая вот и от одинаковых символов они имеют самый маленький допустим вес по байтам а дальше дальше идет уже выше и выше и выше до того какой символ какие эти встречаются те 8 простая она содержит в принципе все символы которые есть то есть это всякие значки это всякие там русский алфавит соответственно надо учитывать то что русский алфавит это и маленькие и большие до буковки то есть пробелы точки всякие там номера да то есть их довольно-таки очень на самом деле очень много вообще есть даже специальная программа таблица символов вот она она как раз таки есть вот этот код то все вот эти вот символы которые в нее входят в которой обрабатываются причем даже некоторые и китайские символы туда входят и арабские символы то есть туда уже входят то есть это такая расширенная система символов в которой ты работаешь и обрабатываешь свой текст непосредственно надеюсь немножко вспомнили информатику да что это такое и какие же еще есть там очень много разных названий какие вообще есть да там эти символы эти значения кроме стандартной те восьмой юникода есть конечно разные сокращенные юникоды под определенные там не знаю языки и прочее раньше раньше здесь 10 назад технологии кстати бегут очень быстро очень быстро все меняется очень быстро все происходит потому что буквально лет 8 10-8 лет назад 8 пускай возьму мы еще когда писали там сайт или еще что-то мы обязательно использовали кодировку цп 1251 это была кодировка вот она 1251 это была кодировка которая отвечала за стандартную кодировку кириллический символ то есть русский алфавит даже на локальном сервере нельзя было ну на локалке нельзя было загрузить сайт кодировки ТИ-8 надо было все переписывать на цп 1251 и только потом ты уже когда выкладывал на настоящий хост ты еще раз менял всю кодировку причем кодировка была не только в виде базы данных передачи внутри кода кодировка а вплоть до файла вот мы с вами когда файлики создаем если вы замечали у вас пишется кодировка файла да и автоматически кодировка файла стоит у тебя 8 то есть по стандартным символам обрабатывается а раньше это все надо было изменять то есть надо было делать постоянную перекодировку у тебя там есть не знаю 150 файлов да сам сайт плюс админ к там просто невменяемое количество файлов в котором ты работаешь и потом ты сидишь перед чем что выложить ты это все обрабатываешь вручную или вы там через обычном работали как там а какой-нибудь простая программа да там тот же самый код лобстер а потом а потом ты открывал я забыл как она нотпад открывал нотпад и провод через нотпад быстро перекодировал все файлы потому что через него это было сделать намного быстрее сейчас же конечно сервера растут и развиваются да сборки тоже и сейчас такого нету отличается только регру тем что у него до сих пор слетает кодировка ну такой себе ну ладно вот то есть это относится к кириллистическим символам вот цпс 1250 будет относиться к европейским получается символам дальше что здесь еще можно встретить биг 5 где-то вот он биг 5 это китайские символы только китайцы там китайские традиционные символы 1250 это европейский стандарт ну здесь можно посмотреть да что есть хорватские специальные есть чешские есть центральные европейские да есть польские 1251 белгерские генерал сикералистические простой кириллитический регистрозависимый да и украинские вот но в принципе просто 1251 ставили и стандартные в нем работали вот 1256 это арабский да у нас идет потом у нас что идет генерал си это у нас там балтийский да потом у нас встречаются какие западноевропейские центральноевропейские да в принципе в общем под каждый язык есть свои причем причем даже для русского языка есть отдельные тоже символы да которые там идут цп 866 866 это только досрусть он идет потом еще где чисто русский 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 вот потом что латинский все разные языки в общем говоря это кодировка которая зависит от каждого языка вот кстати у тех 16 он самая большая будет по памяти занимать в итоге поэтому с вами запоминаем что работаем стандарте у тех 8 либо mb4 генерал и либо просто тем 8 генерал то есть это стандартный набор символов с которым мы работаем с которым работают в принципе все наши российские сервера вот то есть здесь именно так понятно по символам что это такое почему так много разных здесь написано типов да понятно хорошо кстати говоря стоит отметить у нас есть российские сервера есть заграничные сервера по-моему сейчас ограничить серверами все тугу стало потому что санкции и так далее но до санкций тоже с ними было на самом деле туго в принципе используя заграничные сервера ты имеешь право работать на территории России но хранить сайт на загранице но если ты хранишь личные данные базы данных если ты хранишь базе данных лично данных клиентов личным данным являются даже e-mail да там фамилия имя телефон e-mail то ты имеешь право хранить сервер только на территории России России. Не помню, как точно закон назвать, может Михаил подскажет. Я, честно, подзабыла его. Но, в общем, там нельзя. Если просто сайт какой-то лендзи, который работает просто так, запускается, либо нет хранения информации, а хранение информации падает тебе просто на почту, почта, которая там Яндекс находится на территории России, то здесь ничего страшного не будет. А вот именно хранение в базе данных за границей строго-напросто запрещено по закону, потому что читается какой-то слив информации. Я, честно, забыла его. Давно его этим всем. Давно уже закон читала, чуть-чуть их подзабыла. Но это надо знать, это важно понимать. Сейчас вообще туго с серверами, потому что даже клиенты никогда сейчас не... Они прям спрашивают на каком сервере он работает, находится на России, либо за границей. Потому что сейчас за границей управлять свои там сайты, еще что-то. Это сервера, это может быть, ну, довольно-таки тепло. Во-первых, опасно может просто тем, что вас заблокируют, и вы в итоге даже сайт не заберете, ничего не перенесете. А там, допустим, какой-то был интернет, не знаю, магазин, да, на котором хранилось много данных. То есть такое себе. Вот. Это тоже важно знать, и тоже важно понимать. Вот. Ну, значит, про генерал поговорили, про это поговорили, все отлично. Нажимаем создать, у нас сформировалась база данных. Дальше у нас сформируется что? У нас сформируется структура, сейчас ничего нету, поэтому предлагают сразу создать, да, база данных. Можно сразу написать запросы на SQL, да, можно сделать какой-то поиск по базам, да, по базе данных, по таблицам. Запрос по шаблону можно сделать, сформировать как... Ой. Как конструктор. Экспорт, соответственно, это что? Закачать сюда базу данных, да, как это будет выглядеть, сейчас могу показать. Вот, экспорт, быстрый, не быстрый, там, выбираешь файлик, и спортируешь его. Потом импорт, вот, добавляем, точнее экспорт, это скачать отсюда базу данных, импорт, выкачать отсюда базу данных, вот так вот будет. Если сделаем экспорт, то что мы можем с вами увидеть? Давайте сейчас ее открою, посмотрим, как же это выглядит по страшным базу данных. Давайте. Нажимаю, нажимаю, что мне надо делать? с помощью чего-нибудь. Вот так вот будет выглядеть файл SQL, который содержит какую-то таблицу. Здесь всего две таблицы, но уже сколько информации, да, во-первых, откуда, какая версия, какой хост, когда сделался этот дамп, да, какая версия там работы идет, потом, что еще, SQL, мод, что там есть, нету, потом сама база данных, как называется, тест, потом идет структура таблицы, да, например, таблица корпорации, и у нее есть там такая структура, такие-то наши там модификаторы, да, которые имеют в себе какой-то тип данных, и это все обрабатывается через какой-то тип символ, TF там, B4 или просто TF, General C, то есть тут, в принципе, General C можно выбирать. Дальше, что вторая дампа данных корпорации, это уже, да, какие уже данные, если мне будет много данных, тут будет просто большая, огромная, невменяемое, так сказать, количество данных, то есть сколько будет струк находиться в каждой базе данных, столько здесь все будет показано, и когда мы его импортируем, экспортируем обратно, все добавляется именно вот в таком виде, единственное, что мы делаем импорт в готовую базу данных, то есть мы сначала должны создать базу данных, а потом сделать импорт, вот, таким образом вы скачиваете свою базу данных, которую вы осуществили, и потом внедряете уже на какой-то хостинг, она, в принципе, автоматически по запросам добавляется, то есть там ничего такого прописывать не нужно, вообще в целом запросы нужны для того, чтобы не конкретно с базой данных работать, как таковой, да, потому что, а для того, чтобы правильно работать потом с кодом, потому что, когда мы работаем с кодом, и с базой, да, с запросом, что у нас получается, у нас получается то, что, как бы запрос обрабатывается внутри кода, вот, поэтому нам надо знать запросы для того, чтобы внедрять их в код. Дальше, что еще здесь, ну, давайте попробуем вот, вручную сейчас, вручную пока что, просто какую-то таблицу, какой-нибудь абсортом, назовем ее, например, тест, количество отцов, без разницы, сколько создать, и что здесь, здесь имя, да, идентификатор, еще что-то можно написать, то есть, без разницы, что, потом здесь, что есть, здесь есть тип символов, которые мы выбираем при работе, но с типами, наверное, уже завтра с вами поговорим, и завтра как раз на практике уже запросы поделаем, вот, здесь длина, значение, сколько может быть, количество символов у данного поля, по умолчанию, да, определено, не определено, можно определить, чтобы каждая запись там содержала в себе нуль в этом поле, либо какое-то определенное, и вот как определено, да, и можно прям какое-то значение поставить, например, там, чтобы единичку только содержало, да, или какое-то определенное слово, то есть, это тоже имеет место быть, все здесь можно сделать. Сравнение, я здесь, Если это мы не проставляем, она автоматически проставляется от базы данных. Атрибуты тоже мы не трогаем обычно. Вот этот вот 0 мы ставим, но по умолчанию 0, чтобы он сюда не требовал обязательного заполнения в этом поле. Это нужно. Индекс мы тоже, как правило, не трогаем, редко. Только если когда прям совсем надо что-то указать. И так обычно мы для самого главного идентификатора, который у нас есть, вот у нас ID-индентификатор, первое поле мы указываем AI. AI это означает автоинкремент. Когда мы делаем с вами, например, на базе этого, мы делаем, когда простой клиент, счет или еще что-то, нам надо указать идентификатор. Чтобы каждый раз идентификатор 1, 2, 3 вручную не писать, мы можем написать просто прямарную, поставить AI, и он автоматически будет указывать этот идентификатор, и, естественно, это будет являться ключом. Если мы его не выбираем как AI, а хотим написать как тип счета у нас был написан, то нам здесь вручную просто надо поставить прямарную, чтобы это было указано как первичный код. Комментарий в виртуальности приместить в поле тоже мы особо не используем. То есть оно особо не нужно. Вот такой вот антерфейс у наших табличек. Что у нас здесь? В принципе, мы с этим таблицем имеем право делать все, что угодно, добавлять, удалять, изменять, дотактировать, копировать, переносить. Но это все, естественно, идет вручную, который интерфейс. Зачастую, когда мы работаем с базой, хотя кто как, от кого, зависит от каждого человека, который работает. Кому-то привычно делать, заполнять все вручную, писать, заполнять эту базу данных, как сейчас, выбирать все эти значения и так далее. Для кого-то так быстрее, для кого-то через SQL быстрее. Я, честно, признаю, что больше пишу сами базы данных, таблички, я вручную создаю, то есть без запроса. Запросы выполняются уже напрямую в коде. Единственное, когда я заполняла через запросы, делала вставку данных, это надо было сделать со старого сайта переноса информации, и там была информация в виде большого, огромного списка, и мне этот список надо было вставить как отдельную часть таблицы. В итоге я через Python, через код разделяла. Там можно было, конечно, проще сделать, я чуть-чуть заморочилась, но да ладно. В общем, разделяла через Python строки, строки форматировала, чтобы там были определенные знаки, и потом уже обрабатывала через SQL. Ну, так получилось намного быстрее, чем просто вставить или поодиночку написать. Вот, ну, в принципе, здесь довольно-таки понятный, легкий функционал. В принципе, такой функционал плюс-минус во многих баз данных, особенно если говорить там о админах, ну, вот это вот майевские, точнее, либо постерские, либо что еще. Ну, это создание таблицы везде плюс-минус одинаковое идет, даже если там взять сложенную программку, как серверские, там чуть-чуть посложнее, но так или иначе механизм тоже одинаковый. Вот. Ну, и на сегодня могу вас, в принципе, в принципе-то отпустить. Завтра мы с вами рассмотрим все типы данных, которые есть здесь по символам, да, сколько они отличаются, как правильно выбирать символы. И, естественно, завтра приступим к написанию запросов, к обработке запросов напрямую здесь, вот это вот вкладки, вкладочки SQL. Спасибо. На сегодня можете быть, что, свободны, спасибо, что слушали, надеюсь, было полезно все, поэтому до завтра. До свидания.